Калининградские спасатели сегодня снова отправились в рейд по тонкому льду Курского залива. Каждое утро они штрафуют и прогоняют на берег десятки рыбаков, напоминая им, что медитация с удочкой сейчас сродни игре в русскую рулетку. Но те в ответ на увещевание о хрупком льде и вообще хрупкости человеческой жизни в свою очередь проявляют твердость. Вероника Николаева рискнула выйти на лед, чтобы снять об этом репортаж. Курский залив – излюбленное место у рыбаков-экстремалов, но и одно из самых опасных. Лед здесь становится тоньше с каждым днем, погода меняется ежечасно. Рыбаки рискуют в любой момент оказаться в ледяной воде или на дрейфующей льдине, и тогда без помощи спасателей будет уже не обойтись. Геннадий Петренко попросил отгум на заводе и целый день рыбачил, но клево так и не дождался. Весь улов – два окуня и полкило платвы. Я рыбу не люблю, вообще как кушать. Вам нравится сам процесс? Мне процесс нравится. А сын мой заверил, кого-нибудь не кощу. Впрочем, выполнить просьбу сотрудников МЧС и покинуть опасную зону отказался наотрез. Ради удовольствия посидеть с удочкой он готов рисковать собственной жизнью, как и сотни сидящих по соседству любителей зимней рыбалки. Это в районе рыбачья там ломают. Ну то есть принцип один – с кем-нибудь это случится, но с нами нет. Когда катер на воздушной подушке проносится мимо берега, слышно, как трещит лед. Прочный он только с виду. Ежедневные рейды спасателей МЧС выходят вместе с милицией, чтобы на месте выписать нарушителю штраф в среднем тысячи рублей. Вы готовы ценой своей жизни, да, ради трех рыбашек утонуть в заливе? Выход на лед официально запрещен уже две недели. Рыбаки делают вид, что ничего об этом не слышали. Расположились в двух километрах от берега, со всеми удобствами. Теплые палатки, горячительные напитки и, конечно, всеми любимые рыбацкие байки про самую большую рыбу. Ну как, она небольшая, кажется, но вот. Блевная, круглая. 15-700. Рыбачить едут на снегоходах, квадроциклах и старых автомобилях без окон и дверей, чтобы можно было выбраться, если он вдруг нырнет под лед. Увидев катер МЧС, один из таких экстремалов на полном ходу несется к берегу по тонкому льду. К чему могли привести такие шалости, видно, когда погоня заканчивается. Они начали удирать и вот перескочили через эту трещину. Ну а трещина, сами видите, метра полтора. Конечно, очень опасное такое мероприятие. Можно было даже и уйти под лед. То, что у нас часто и бывает, когда машина уходит под лед. Спасатели раздают памятки, как вести себя на льду. Но рыбаки не сомневаются в случае, что их сразу спасут. Рыбаков когда пугают? Когда 86 человек утонуло, кого пугало? Вероника Николаева, Дмитрий Ситников, НТВ, Калининградская область, Курский залив.